Ну вот Путин накануне на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей в очередной раз попытался исказить реальность и придумал голод на Западе. Но вот о том, что британцы едят белок на федеральных каналах, уже на этой неделе рассказывали, да, тоже из-за голода едят. А вот Путин рассказал бизнесу, что он фактически не пострадал от санкций Запада, и что Запад сам попал в яму, когда ввел санкции против России, и что к нам еще придут и репу начнут просить. Вот надолго ли хватит такой риторики, как вы полагаете? Нет, вот хватило ровно на те два часа, что он встречался, потому что это же он не с лохами разговаривает. То есть есть несколько категорий граждан. Одно дело, когда он разговаривает с федеральным собранием. Тоже же рассказывал им про большие успехи в бизнесе, так? Что такое это означало для федерального собрания? Помните, да, там сидели несколько сотен человек, и тоже Путин рассказывал, как полезны санкции, какие успехи в бизнесе, в экономике и так далее. Для них это была инструкция, как дальше разговаривать. То есть каждый из этих членов федерального собрания поехал в свою Иркутскую область какую-нибудь, или Башкортостан, и рассказывает вот то же самое. Говорят, Путин сказал, что у нас выросло, и все. Это инструктаж ЦК КПСС. Есть категория людей, которые народ. С народом он разговаривает вот на всех этих вертолетных заводах, там, в стадионе Лужники, на пресс-конференциях, которые, правда, отменил в этот раз. Там, когда он рассказывает про те же проценты роста, про репу, то жители перед телевизорами, ну, вот эти 100 миллионов его поклонников, потирают ручки, кричат «Ура, ура!», сейчас к нам придет за репой. То есть они в это верят, потому что это сказал Путин. А предприниматели не верят вообще ни на секунду. То есть там нет ни одного человека, который поверил хоть одному слову Путина. Поэтому его хватило ровно на то время, что он там говорил. Он просто исполнил, так сказать, ритуальный танец под названием «Ну, попробуйте мне не поверить». Да там верят все-таки не словам, а цифрам. Да нет, там не… Вот те, кто сидит в зале, они вообще все знают про эту экономику, они знают в сто раз больше, чем Путин. Ну, даже кто там сидел, давайте так. Там сидел Герман Хан, например. Человек, который совладелец Альфа-банка. И, конечно же, он, владея Альфа-банком, знает о ситуации в экономике просто больше, чем Путин. Там сидел этот Потанин, человек, который уже в правительстве дольше, чем Путин. Он был вице-премьером при Ельцине. Человек, который владеет уже и банками, например, у Тинькова он банк купил, и промышленными активами, там, норильским никелем. Ну, по-моему, у него там какая-то мобильная связь, даже если не ошибаюсь, какие-то электроники какая-то. То есть, ну, просто все сферы деятельности России ему известны, поэтому их обмануть этим всем нельзя. Это упражнение другое. В чем смысл такой встречи? Вот там кто-то стал заикаться о том, что, мол, снять санкции с кого-то и так далее. А, да, вы хотите от меня убежать? Сказал им Путин. Значит, так, всем явится, вот список. Кто не явится, понятно, что будет. У всех все забрать. Дальше. Явились. Значит, он же там говорил о том, что будет новый налог. Ну, вы слышали, наверное, да, что будет новый налог. Налог и информация об участии крупных компаний в социальных проектах, да, чтобы ввести. То есть, это зафиксировать, кто сколько дает на войну, как вы полагаете? Конечно, конечно. Именно для этого нужен новый налог. Вот этот самый новый налог, они как бы его пока позиционируют как одноразовый сбор. А что значит одноразовый? Почему он одноразовый? А вот что это за раз такой? Может, раз в месяц это называется одноразовый, да? Нет, тут как раз другая идея. Смотрите, я понимаю, что так можно было бы тоже, но нет. Ну, потом сказать, да, мы имели в виду, что это раз в месяц. Нет, когда вы делаете что-то одноразовое, это означает, что у этого есть цель. Ну, вот мы только один раз сделаем вот так. Почему? Ну, потому что у нас что-то случилось. А что случилось, как говорят в России? А случилась война. Поэтому одноразовый – это на войну. Это как раз специально сделано одноразового, чтобы все понимали, что это на войну. А это означает, что вот тот же там Альфа-банк внесет этот налог, он же его внесет. И значит, в этот момент мы будем знать, что столько-то солдат, которые пришли сюда, это солдаты Альфа-банка. Вот эти пули и вот эти снаряды, это снаряды Альфа-банка. И какие тогда снятия санкций, с кого, о чем речь? Это участники геноцида, все эти люди, которые там сидели. Путин, кстати, это прекрасно понимает. Это замарать кровью всех получается, да? Да, и он это понимает. Он как бы уже подкрасит уже по мелочам, потому что он это понимал с первого дня войны. У Путина была такая цель замарать всех с первого дня войны, буквально, именно с первого, в буквальном смысле этого слова. Вспомните, 24 февраля прошлого года была точно такая же встреча, точно такая же, как вчера. И это была последняя, единственная за год. Но он же не случайно, он же знал, Путин, что он начнет войну. Он знал, что он сегодня начинает войну и на этот день назначил встречу с предпринимателями. Потому что вы больше никуда не сбежите. И вот сейчас он точно так же продолжает эту политику, что вы больше никуда не сбежите. В этом был месседж главный Путина. 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 Путина.